так всем привет раз раз так запись пошла поехали в этом видео я хочу его значит продемонстрировать как скала работает с памятью на частном случае мы это дело рассмотрим поскольку он достаточно часто встречается то есть рассмотрим стоимость обверток то есть когда мы используем какой-нибудь option или накручиваем даже еще какую-нибудь обвертку то по сути дела что происходит нам нужно создавать каждый раз дополнительный объект то есть у нас происходит дополнительная расход памяти в этот дополнительный расход памяти я вот предлагаю вам зафиксировать наглядно я создал очень простую программу которая спера просто сгенерировать миллионы интегеров это наш первоначальный расход а затем мы в этот миллион интегера будем трансформировать спера будет пустая трансформация которая ничего не делает затем будет трансформация которая у нас присутся одна обвертка а затем трансформация где две обвертки и мы зафиксируем по разницу в каждом вот между вот этими тремя случаями для этого я буду использовать программы в Visual Studio. У кого ее нет, он может дойти на сайт и скачать, собственно, то, что вам нужно. Ну и запустить у вас что-то вот такое похожее появится. Ладно, давайте запускать все же. То есть эта программа позволяет на YouTube подключаться, по сути дела. Так, вот она зафиксировалась. Вот наши первоначальные данные, тот миллион интеджеров, и сейчас мы ждем вторую трансформацию. И вторая трансформация, как мы видим, память у нас увеличилась до 28. Так вот этот скачок мне не очень понятен, с чем он связан. Поэтому давайте я вам предлагаю даже вот так вот сделать. Перезапустить еще разок. То есть вот опять, ну тут чуть меньше уже, да, 9, 9, 9, ну вот 11, и вот вторая трансформация, это 28. Ну то же самое, да, примерно. Что ж, зафиксировали этот момент. Теперь давайте добавлять всего лишь одну обвертку. И посмотрим, как увеличивается память. То есть второй вот массив, второй массив, по сути дела, да, вот этот скачок. 11, 28. То есть, грубо говоря, это 17 мегабайт. Ну и здесь примерно то же самое. То есть, а вот это вот примерно 17 мегабайт. Так, теперь давайте второй вариант запускать, когда мы запустим всего лишь одну обвертку. Вот первоначальный тоже 11. Сейчас посмотрим, сколько у нас обвертка добавляет. Ух ты, да. Ух ты, сразу 69. Это даже для меня как-то удивительно. Сразу 69. Ничего себе, ничего себе. Так, давайте я это дело приостановлю и запущу повторно. Потому что я до этого тестировал, у меня обычно меньшее число тут выскакивало с одной обверткой. Это как бы вообще неприлично. Так, вот наше первоначальное. Там 10. Ну вот это то, что у меня обычное число, которое выскакивало. Давайте я еще раз запущу. Еще раз запущу, запущу. То есть, вот наши первоначальные вот эти вот 11 мегабайт, которые стандартно у нас идут первым запуском. И вот второй объект, вот 48 он добавляет. 49. И такс. То есть, всего лишь одна обвертка. Всего лишь одна обвертка. А тут 43. То есть, вот эта разница здесь 30. Ну, 32. А тут разница 48. 11. Тут 38. Ну, а первый запуск какой-то совсем был странный. Поэтому я его, пожалуй, выкину. Значит, так. Здесь у нас было... 11. То есть, 37. 33. Ну, пусть будет примерно 35. 35 метров, да? То есть, с обверткой уже 35 метров. С одной обверткой. Ну, давайте посмотрим, сколько это дело с двумя обвертками. Я уже предполагаю, что вы догадываетесь, почему всё дело идёт. Но зафиксировать это, пожалуй, всё же стоит. Вот наша 11 первоначальная. Ну, 12 стало. И выросло это до 62. И это всего лишь обвертки. Всего лишь обвертки. Там даже данных никаких нет. Мы просто накрутили один объект. То есть, 62, 12, то есть, 50. Ну, давайте ещё раз запустим. Если то же самое примерно покажет, то остановимся на этом. Так. Раз, два, три. Вот наши первоначальные 11. И смотрим, сколько у нас две обвертки. Ну, примерно то же самое. То, что я и получал. То есть, смотрите, первоначальный был 17. Одна обвертка, всего лишь одна обвертка увеличила, по сути дела, в два раза размер расхода памяти. И две обвертки, по сути дела, ещё в два раза увеличили, по первоначальному. Запуску. Вот такие дела. То есть, память расходуется, ну, совсем неэффективно. И это я всего лишь обвертывал простой примитив. Integer. Int. Это что тоже является обверткой, но это не так существенно. Здесь самое главное наглядно видна разница. Что мы добавляем всего лишь одну обвертку. Поэтому, когда вы делаете большие списки каких-нибудь опшенов и делаете множественные трансформации, как бы неплохо было бы подумать, а стоит ли оно того. Потому что, вот каждый такой оператор, он по факту создает новый список. Типа map, filter, это всё каждый раз новый список. И если у вас там присутствуют обвертки, то память вы как бы расходуете, ну, ни разу неэффективно. Или, например, другой случай, когда вы включаетесь по полной программе функциональное программирование и там используете монады-трансформеры. А монады-трансформеры это, по сути дела, двойная обвертка. То есть, у вас начинается сильный перерасход памяти. То есть, нужно, как минимум, об этом помнить. Вот всё, что я хотел вам сказать. Сказал и показал. Всё.